Большинство животных хуже переносит жару, чем холод. Но все же администрация Одесского зоопарка уже активно готовится к зиме. Первыми в свои зимние квартирки отправились черепахи. Вслед за ними попугаи. Чуть позже в теплое жилище также приедут фламинго, обезьяны и тигры. К слову, директор Одесского зоопарка рассказывает, что тигры просто обожают играть со снегом. Наш тигр, который прожил всю жизнь в клетке, и вот он, когда первый раз увидел снег, он взрослый, уже пожилой такой тигр, ну он играл как котенок с этим снегом, он валялся, он там прыгал. Активная подготовка к зимнему сезону в Зверинце начинается с приходом первых холодных дней. Директор зоопарка рассказывает, что большая часть питомцев не нуждается в обогреве, а утепленные квартиры необходимы только теплолюбивым животным. Слонихи Венди, птицам, обезьянам, зебрам, а их в зоопарке не так много. Греем животных, которые теплолюбивы. Большая часть нашей коллекции это такие питомцы, которые не нуждаются в отдельном обогреве, то есть большинство копытных. Мы греем только антилопы, зебры. Всего 11 небольших котлов обогревают всю территорию зоопарка. Центрального отопления здесь нет. Самая большая котельная обогревает админкорпуса, также слоновник и львятник. Каждый год приходится закупать уголь. Умеренные неморозные зимы позволяют экономить на твердом топливе. Запасы угля – это не единственный плюс теплых зим. Благодаря хорошей погоде некоторые животные устраивают прогулки, даже, например, в декабре, на радость посетителям. Мы выпускаем зимой даже слониху. Последние два года слониха наш Новый год встречала в наружном вольере, чего раньше вообще никогда не бывало. В меню зоопарка существуют два типа рациона – летний и зимний. Отличаются они количеством корма в одной порции на одного питомца. И, конечно, витаминами. Животные, как люди, зимой едят более сытную и калорийную пищу, поэтому в корм добавляют больше жиров. Зимой животным дается больше корма и меняется немножко состав, дается больше жиров, дается больше витаминов. Это помогает им справляться с морозами. Также директор зоопарка подчеркнул, что рассказы о том, что животные и птицы умирают зимой от холода – это миф. В большинстве случаев животные умирают от голода. Ведь если питомец сыт, никакие холода ему не страшны. Вообще, если животное сыто, ему никакие холода не страшны. Потому что, если животное может себе раздобыть пищу, но не замерзнет. Поскольку в зоопарке таких проблем у них нет, то холод им тоже, в общем-то, и не страшен. Тигры, амурские леопарды – у них есть логовище, у них есть теплые апартаменты. Новогодние праздники уже на носу, но администрация зоопарка не спешит анонсировать мероприятия. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией и запретом работать в выходные дни. Так что в планах лишь красивые новогодние фотозоны. Это такая тематическая фотозона. У нас будет много фотозон, зоопарк будем к Новому году украшать. Мы в выходные дни не работаем. И массовых мероприятий мы тоже проводить пока не будем. Еще одно информационное ноу-хау от Одесского зоопарка. Здесь уже не принимают елки после новогодних праздников. Учреждение присоединилось к движению против вырубки деревьев и призывает одесситов использовать искусственные елки на предстоящих праздниках. Кристина Черновалова, Константин Ищерет, Телеканал Репортер.